Сегодня утром в Архангельске фура врезалась в жилой дом, водитель тягачал, съезжал с Краснофлотского моста и не справился с управлением из-за гололеда на дорогах. Во время торможения фура задела легковушку, а после въехала в жилой деревянный дом на улице Холмогорской, 33. Сегодня стало известно, что на время ледостава связь с островом Реушинга будет осуществляться не буксиром, а мотосанями. При этом составляется график движения и список, по которому будут осуществляться перевозки. В него попадут только зарегистрированные и проживающие в Реушинге жители, то есть рыбаки или туристы пассажирами мотосаней не станут. В Архангельске открылся зональный центр патриотического воспитания. Разместился он на базе военно-патриотического клуба «Орден». Это уже третий подобный центр, появившийся в Поморье в 2016 году. Процесс патриотического воспитания многогранен. Но нельзя забывать о некоторых геополитических вызовах. У нас, к сожалению, был определенный период в истории, когда армия не обладала определенным авторитетом. Сейчас этот авторитет должны поднять. Именно поэтому мы сейчас много очень уделяем вопросов мероприятиям именно по профориентации и подготовке именно к военной службе. Система зональных центров позволит совершенствовать систему военно-патриотического воспитания в регионе. Учишься разбирать автомат, магазин, строевой подготовки учишься. Всегда обгоняешь другие классы по физподготовке. Сначала было трудно, а сейчас уже совсем не трудно. У нас все девочки спокойно разбирают автоматы, строевая подготовка. У всех очень хорошая физкультура. Зональные центры патриотического воспитания уже открыты в Новодвинске, Котласе, Пинежском районе. Архангельский же возьмет на себя координацию патриотического воспитания и допризывной подготовки в Поморской столице. До конца 2020 года зональные патриот-центры появятся во всех районах Архангельской области. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Александра Борисова, художника с мировым именем, первого из русских живописцев, побывавшего за полярным кругом на Новой Земле, где он писал свои знаменитые арктические пейзажи. Некоторые из них можно увидеть в Музее художественного освоения Арктики, который носит имя Александра Борисова. Сегодня там проходят экскурсии по обновленной экспозиции, а завтра в музее начнет работу международная конференция Александр Борисов, художник и гражданин. Сегодня – Всемирный день борьбы с диабетом, который был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения. Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти. К профилактическим акциям сегодня присоединяются и поликлиники Архангельска. Горожане могут прийти и проверить уровень глюкозы в крови в стенах первой городской больницы. И о погоде. Сегодня в Архангельске пасмурно, осадков не ожидается. Температура воздуха минус 6 градусов, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Каждый час на канале ПС программа «Сейчас в регионе. Будьте с нами». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА